Принесла вам баночки для одеяла, для участников СВО. В хозяйстве эти вещи уже вряд ли пригодятся, а вот на фронте они еще послужат, говорит Альбина Гелезидинова. Два небольших пакета сегодня она принесла в общественный центр 5-го микрорайона. Это один из 22 сборных пунктов гуманитарной помощи в Нижнекамске. Где-то и тряпки приносят, где-то и одежду, и одеяло. В основном сейчас в последнее время приносят жестяные банки для окопных свечей. Также медикаменты некоторые, чтобы людям проще было приходить. А поэтому мы открыли в общественных центрах микрорайона такой сбор гуманитарной помощи. Это среда с 9 до 12, четверг с 15 до 18. Такие мини-сборные пункты, что-то вроде перевалочных баз. Главное преимущество для тех, кто хочет помочь – шаговая доступность. Так сказать, этот плюс сегодня прочувствовали сотрудники 13-го детского сада. Пять минут пешком и гуманитарная помощь уже в руках председателя СТОС. Очень удобно. То есть транспортный вопрос нас не волнует. Мы взяли все вещи, все пакеты и пришли к Юлии Алексеевне. Волонтеры собирают жестяные банки и ткани для изготовления сухого душа. Здесь у нас с готовностью регулярно участвуют в подобных акциях и родители воспитанников, и наши сотрудники. И еще мы от детского сада с нашим завхозом сегодня передали для бойцов белье в комплекте 10 штук. Здесь гуманитарная помощь надолго не задерживается. Все фасуется по коробкам и отправляется в общественный центр на химиков 72Б. Там вещи передают либо лично в руки нашим солдатам, либо гуманитарными конвоями отправляют в зону проведения специальной военной операции. Александр Халин, Максим Липин, Новости НТР.